Всем привет, и сегодня я покажу 5 механизмов, которые я нигде не увидел. Поехали! Следующее видео выйдет, когда на этом видео наберется 4 лайка. Первый механизм работает на зажатии. Сейчас я зайду и он зажмет. Обязательно надо взлетать на последний блок, и как вы видите я пройти дальше не могу, потому что прошлый блок тоже закрылся. Ну и получается нельзя выйти. Если только, конечно, ни у кого нету какой-нибудь кирки хотя бы железной. А механизм работает очень легко. И обязательно нужно выключать, ломая редстоун, либо повторитель. Как это работает? Идет сигнал от нажимных плит на какой раз датчик на повторитель, и обязательно на двоих нужную. Это идет к поршням, и сразу же идет к цикличному механизму, который задерживает сигнал редстоуна. И не дает ему разомкнуться. В принципе, здесь то же самое. Ну и на этом все. Это первый механизм. Второй механизм куда интереснее. Он работает с лавой, сразу же говорю. У нас есть дверь с одной нажимной плитой. Обязательно надо на край блока, ближе к сундуку. Мы открываем сундук. И мы проваливаемся в лаву. Он, конечно же, само собой закрывает верхний блок. Чтобы мы не выбрались. Оптимист. Работает это тоже очень просто. При открытии сундука сигналы передаются на повторитель. С повторителя идет на редстоун, который подсоединен к блоку, на котором идет красный факел. Который передает на редстоун и на поршень. В принципе, все. Он открывается. И все. Красный факел нужен для того, чтобы блок оставался закрытым, если что. Третий механизм тоже невероятно прост. Для него нам нужно два коридора. Один над другим. И наша любимая дверь с одной нажимной плитой. Мы в нее заходим. И здесь будет кромешная тьма. Но это только нам и надо. Чтобы игрок не заметил проход. Ну и там его будут заселивать стрелы. В принципе, все. Только не забывайте пополнять запасы стрел. Четвертый механизм основан на рельсах. Мы берем вагонетку. Заставим. Садимся. И едем. Едем, говорю. Вот нас сбрасывают. Мы оказываемся в лаве. Механизм, как я еще раз говорю, основан на рельсах. Вот этот вот нажимной рельс подключен к красному камню, который подключен к блоку с красным факелом, который передают на повторитель, который подключен к поршню. А вот эти рельсы нас сбрасывают. И здесь еще нужны рельсы, чтобы они нас сбросили. Нажимная рельс. Надеюсь, все понятно. Извините за мою дикцию. В пятом механизме, он даже редстон, знание редстону не пригодится. Нам нужна дверь, за которую не будут нажимной плиты. Ну, это классика. Дальше идет нажимная плита, которая открывает люк. Мы прыгаем туда. Прыгаем. Тут у нас находится куча жителей. Здесь еще, я думаю, догадались, нужен болин, который надо активировать тыквой. И он начнет вас мутузить. Ну, сейчас, конечно, я его не заспалнил. Да и, в общем, аккредитивно у меня не заагрится. Вот эти вот воронки нужны, чтобы лут от вас переходил в сундук, который я сейчас вам покажу. Вот он. Здесь, как вы видите, нужна тыква с ножницами. Ну, чтобы вырезать морду. Голема. Сейчас вам это покажу. Нет, он аккредитировался и без этого. Но, насколько я помню, это работало именно так раньше. Сейчас я играю на версии 1.16, поэтому думаю, ничего страшного. Я еще эту версию не до конца изучил. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, нужна ли эта рубрика. Всем удачи, всем пока.